Медиагруппа Авангард представляет с помощью платформы SOC-форума. Я приветствую нашего следующего докладчика. Это Дмитрий Купецкий, специалист компании Fortinet. Он расскажет нам об управлении событиями ММБ. Дмитрий, прошу. Коллеги, здравствуйте. Еще раз представлюсь, Дмитрий Купецкий. Я системный инженер компании Fortinet. В рамках своей сегодняшней презентации хотел бы поговорить о таком вопросе, как управление событиями безопасности, как основе стратегии развития любой крупной IT-инфраструктуры. С чего хотелось бы начать? Что такое вообще стратегия и зачем она нужна? Если рассматривать любую систему как совокупность неких инструментов, она все время находится в взаимодействии с другими окружающими системами, то есть находится в некой внешней среде и испытывает некий набор факторов взаимодействия. Эти факторы могут быть положительными, отрицательными либо неизвестными, то есть когда система испытывает воздействие, но еще не знает, как на них реагировать. Так вот, накопление факторов негативных либо неизвестных по мере течения времени может привести к полной деградации системы и невозможность ее функционирования для тех целей, для которых она изначально создавалась. Решением этой проблемы будет выступать наличие механизмов адаптации системы к возникающим внешним воздействиям, то есть применение неких инструментов и механизмов, которые позволят перевести неизвестные либо негативные факторы взаимодействия в положительные, произвести положительные изменения в составе системы и таким образом выполнить адаптацию механизмов системы к внешним воздействиям. Отсюда можно выделить несколько основных стратегий развития инфраструктуры, первым из которых будет, собственно, наличие такой стратегии, что является залогом, собственно, эволюционного развития и полноценного функционирования инфраструктуры. Сутью и содержанием такой стратегии должно быть выработка и поддержка как раз тех самых инструментов адаптации, которые позволят системе в дальнейшем адаптироваться и функционировать. И результатом адаптации системы к внешним воздействиям будет сохранение ее функциональности, сохранение эффективности ее взаимодействия в условиях меняющейся внешней среды. Вот это основные три тезиса, относящиеся к стратегии развития любой системы. Теперь, переходя к IT-инфраструктуре, можно ее рассмотреть в сравнении с такой всем известной экосистемой и адаптивной экосистемой, как человек, и провести некоторые аналогии. Например, аналогом скелета и кровеносной системы в составе любой крупной IT-инфраструктуры будет выступать опорная сетевая инфраструктура, которая будет отвечать за циркуляцию процессов, циркуляцию данных, налаживание процессов взаимодействия между пользователями IT-инфраструктуры, процессами, приложениями, собственно, сетевыми данными и так далее. Также у человека есть очень важные такие системы, как иммунная система и система реакции на различные болезни, возникающие внешние воздействия. Аналогом такой системы в IT будет инфраструктура безопасности, то есть набор инструментов, которые позволяют, собственно, каждой в своей области выполнить функции защиты от каждой конкретной точечной угрозы. И как верхом развития человеческого организма является мозг и нервная система, как инструмент ответа, реакции организма на любые внешние воздействия, как инструмент принятия решений. Также и мозгом IT-инфраструктуры можно рассматривать Security Operation Center в составе некоторого набора инструментов, которые как раз позволяют, с одной стороны, структурировать, с другой стороны, обогатить данные от происходящих событий, с третьей стороны, применить реализацию решений, которые были выработаны в процессе аналитики на всю инфраструктуру. Таким образом, с одной стороны, мы получаем такую всем известную адаптивную и достаточно эффективную экосистему, как человек, и с другой стороны, таким же образом мы можем реализовать адаптивную экосистему в виде крупной IT-инфраструктуры. Далее, если рассматривать Security Operation Center именно как мозг и нервную систему IT-инфраструктуры, то как человеческий мозг отвечает за работу нервной системы и в конечном итоге за выдачу решений на иммунную систему обучения организма для противодействия возникающим внешним угрозам, выполняет таким образом адаптацию организма к возникающим внешним угрозам, болезням и так далее, изменяющимся просто внешним условиям. Так и Security Operation Center в IT, реализуя использование инструмента аналитики сбора данных и анализа происходящих событий, в конечном итоге отвечает за применение инструментов безопасности в качестве реакции на возникающие угрозы, на возникающие внешние воздействия, и выполняет уже адаптацию IT-инфраструктуры к изменяющейся условиям внешней среды, каким-то возникающим угрозам, поступающим, не знаю, там, вредоносным воздействием и так далее. Соответственно, Security Operation Center позволяет реализовать как раз стратегию адаптации IT-инфраструктуры к меняющимся условиям внешней среды. Итак, что же такое Security Operation Center? Его можно представить как совокупность целевых процессов, которые будут реализовываться с соответствующей командой аналитиков, с соответствующей командой профессионалов, которые с помощью специального инструментария будут решать специализированный набор задач, таких как сбор данных о происходящих событиях в составе инфраструктуры, расследование каких-то инцидентов, просто обогащение данных о том, что происходит, то есть видимость инфраструктуры, потом выстраивание процессов, воздействие на инфраструктуру, и в конечном итоге повышение эффективности работы с инфраструктурой в целом. То есть сок — это не есть некий отдельный продукт, это именно совокупность людей, процессов и инструментов, которыми эти люди пользуются для того, чтобы заставить нашу инфраструктуру работать эффективно, быть защищенной и выполнять свои функции качественно. Мы как компания предлагаем определенный набор инструментов в составе Security Operation Center. В частности, это может выступать FortiCM. Это, собственно, CM-система, отвечающая за управление непосредственно событиями информационной безопасности, выполнение корреляций, аналитику именно в плане отслеживания событий внутри инфраструктуры. FortiSOR как надстройку над FortiCM, которая позволяет помимо обогащения данных о происходящих событиях выполнить структурирование и автоматизацию процессов взаимодействия с инфраструктурой. То есть выстраиваются алгоритмы работы, выстраиваются способы воздействия, в том числе автоматического, либо по команде аналитиков. И выстраивается, собственно, процесс работы аналитиков с самой инфраструктурой. FortiAnalyzer в данном случае выступает как дополнение к перечисленным инструментам в качестве инструмента обогащения данных. То есть он предоставляет более широкую информацию, может строить достаточно широкий круг отчетности и просто повышать осведомленность аналитиков SOC о происходящих событиях, выдавать им какую-либо визуализацию. Вот совокупность этих инструментов, как мы себе это представляем, позволит реализовать достаточно эффективный SOC внутри крупной инфраструктуры. Говоря чуть подробнее, начнем с FortiCM. Что такое вообще CM и, в частности, наше решение в этой области. Как мы все знаем, любая крупная IT-инфраструктура может состоять из достаточно большого числа различных инструментов, устройств, систем и так далее. Каждый из которых может быть реализован на собственном вендоре, на собственном производителе. И в идеале требует собственные консоли управления и администраторы. Что может быть по мере роста инфраструктуры крайне неудобно либо с точки зрения управления персоналом, либо с точки зрения количества этого персонала. И таким образом, если рассматривать инфраструктуру, развитие инфраструктуры в течение времени, мы получаем такую не очень приглядную картину, как у нас постепенно растет число процессов управления, растет число различных типов и просто количество IT-систем, растет количество персонала. При этом снижается эффективность взаимодействия внутри инфраструктуры и достаточно резко повышается время на принятие решений, то есть снижается скорость принятия решений в составе инфраструктуры. Если рассматривать в совокупности, то в течение времени мы получаем такую ситуацию, как снижение уровня управляемости, прозрачности и удобства использования инфраструктуры, в том числе для пользователей, то есть для тех бизнес-процессов, которые реализуются в составе этой инфраструктуры, при одновременном повышении стоимости управления и владения такой инфраструктурой. Вот одним из эффективнейших инструментов решения такого рода проблемы выступает CM-система, которая позволяет структурировать процесс сбора данных, ускорить процесс принятия решений. За счет чего? За счет того, что они в автоматическом решении позволяют собирать, анализировать, выполнять корреляцию, сортировку событий, поступающих изнутри нашей инфраструктуры. В дальнейшем выполнять некие хранения, естественная отчетность, а также оповещения и некие действия по реакции на возникающие какие-либо воздействия на нашу инфраструктуру. Соответственно, внедрение такого инструмента, как CM, позволяет нам уже снизить вот это время на принятие решения и таким образом повысить эффективность работы нашей инфраструктуры в процессе адаптации к какому-либо неизвестному внешнему воздействию. Что мы предлагаем к общеизвестным данным компании Гартнера в качестве инструмента для эффективной CM-системы? То есть помимо всего перечисленного, вы получаете, используя наш продукт, единую точку управления для Network Operation Center, Security Operation Center. То есть есть возможность выполнять кросс-корреляцию событий чисто инфраструктурных и событий безопасности. Помимо того, что мы будем видеть какие-то вредоносные воздействия, также можно в корреляциях учитывать события, относящиеся к утилизации ресурсов различных IT-систем и в соответствии с этим выстраивать в дальнейшем наши процессы. Будет также доступна из коробки сразу мультитенантная архитектура, достаточно простая и гибкая интеграция с окружающими источниками за счет универсальности и доступности широкого набора различных протоколов взаимодействия. Также постоянный анализ инфраструктуры на предмет появления новых источников. Итого, внедряя FortiCM в состав крупной IT-инфраструктуры, с одной стороны, вы получаете видимость и осведомленность о вашей инфраструктуре, как именно о инструментарии, опорной инфраструктуре. С другой стороны, осведомленность об угрозах. С третьей стороны, партнерскую интеграцию, например, с нашей группой продуктов, то есть реализацию и дальнейшее внедрение нашей концепции Fortinet Security Fabric, которая позволяет еще больше повысить эффективность работы инфраструктуры и процессов внутри инфраструктуры с точки зрения безопасности. Далее, FortiSore как дополнительный инструмент, как я уже сказал, как надстройка над FortiCM позволяет помимо структурирования процессов в управлении непосредственно событиями безопасности, структурировать процессы расследования и реакции на возникающие инциденты и автоматизировать эти процессы. К основному функционалу FortiSore можно отнести механизмы управления инцидентами и заявками на исполнение. Это оркестрация автоматизации, то есть возможность выстраивания и автоматизации процессов воздействия на инфраструктуру, выстраивание взаимодействия внутри инфраструктуры между различными подразделениями, то есть построение структурированного процесса реакции инфраструктуры на те или иные события. То есть можно провести аналогию с нервным волокном, по которому проводится решение, принятое мозгом. Вот как раз для этого существуют механизмы workflow, механизмы оркестрации автоматизации внутри СОАРа. Отсюда мы получаем интеллектуальное управление угрозами, то есть возможность еще больше снизить время на принятие решений и таким образом повысить эффективность механизмов адаптации нашей инфраструктуры к внешнему вредоносному воздействию. Типовой сценарий работы Fortisor можно описать как, получая извещение, получая некую информацию интересную со стороны окружающей инфраструктуры, Fortisor применяет к ней некий набор алгоритмов. В частности, он может эскалировать это событие до инцидента, проинициировать его расследование, назначить какую-то группу ответственных лиц, назначить дополнительное расследование, назначить некий сценарий исполнения. В дальнейшем, в соответствии с заданным алгоритмом реакции, Fortisor может в автоматическом режиме производить воздействие на инфраструктуру для того, чтобы еще до того, как будет принято бюрократическое решение на уровне ответственных лиц, уже принять некие критические необходимые действия в рамках реакции на возникшую угрозу. А как раз, опять же, это иллюстрация того, что снижается время принятия решения и повышается скорость реакции инфраструктуры в целом на возникающие угрозы. Fortisor может интегрироваться в состав инфраструктуры не только через, например, Fortisor, но также он опрашивает инфраструктуру напрямую. Это могут быть абсолютно любые источники, любые инструменты, существующие в составе такой инфраструктуры, от которых будут усваиваться данные, используемые в дальнейшем для обогащения знаний Fortisor о происходящих событиях, будут извлекаться содержимые этих данных, и в дальнейшем после сортировки и расследования будет производиться исправление, если это необходимо. Fortisor будет автоматически исправлять какие-либо воздействия, которые были в составе инфраструктуры. Дальше. Объединение инструментов Fortisor, FortiCM и FortiUnlizer позволит реализовать достаточно эффективную стратегию развития SOC, в нашем случае, имея все три инструмента в совокупности, сочетая их с командой людей или аналитиков, которые будут заниматься этим, с одной стороны мы получаем возможность сбора, корреляции, структурирования событий непосредственно безопасности, инфраструктурных событий в составе инфраструктуры, с другой стороны выстраивание процессов автоматической реакции, построение регламентов, построение точных алгоритмов реакции инфраструктуры, причем как людей, так и инструментов, и команды SOC, в принципе, посредством Fortisor на происходящее внешнее воздействие. И в дальнейшем, реализуя в совокупности весь этот набор инструментов, и команда SOC получает возможность реализовать эффективно функционирующую, защищенную и адаптивную экосистему, такую как IT-инфраструктура, в целом повысив эффективность ее работы. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Дмитрий, спасибо вам огромное за такой доклад. В час поступает много вопросов, в частности, про концепцию монобрендовой такой инфраструктуры. Конечно, очень многие говорят, но клиентам хотелось бы все-таки понимать, насколько ваши платформы могут интегрироваться с другими продуктами. В частности, ваша SOC-система, может ли она взаимодействовать с, например, российскими производителями, в частности, фейерволов. И нам, как зонтичному решению, было бы интересно также узнать, какова доступность API ваших решений. Будет ли это так же сложно, как с Forti-менеджером, что нужно будет вступать в закрытый клуб в масонскую ложу форума «Свидетели API»? Ну, насчет «Свидетелей API» я бы не сказал, что она закрытая, то есть доступ туда осуществляется в открытом виде просто по запросу, никаких там специальных для этого ритуалов совершать не нужно. Но Forti-Sort, так же Forti-CM, является высокоуниверсальной системой, то есть имея порядка 250 коннекторов уже на борту, в том числе есть открытый интерфейс и открытая возможность создания новых коннекторов. Они могут писаться на чем угодно, то есть используем любого доступного и общего используемого либо и протокола взаимодействия, и способы настройки. Касательно Forti-CM, например, парсеры пишутся, это XML-ник, то есть там ничего сложного нету, плюс любые протоколы взаимодействия. То есть если есть хоть какая-нибудь возможность пощупать систему каким-либо протоколом, то мы можем получить с нее данные. То дальше все сводится к достаточно несложному процессу написания, допустим, парсера, и все. Мы можем взаимодействовать фактически с любой системой, если нам предоставят с нее логи или какую-либо информацию для доступа. В принципе, каких-то критичных ограничений для этого в принципе нет. Соответственно, мы можем интегрироваться практически в любую инфраструктуру. Все понятно, спасибо. Также Алексей Комаров спрашивает, как с применением инструментов Fortinet для Security Operation Centrum можно будет взаимодействовать с Госсопко и НКЦКИ. Тут все будет зависеть от конкретного требования регулятора. То есть с нашей стороны мы никак не противоречим взаимодействию с кем угодно. Если нас допустят с точки зрения российского регулятора, то мы такое взаимодействие обеспечим. Касательно сертификации, у нас в планах стоит сертификация этих продуктов, но пока она еще в процессе. Окей, с этим понятно. Как на практике выглядит подключение и использование услуг СОК-центра? Зависит от того, в каком виде вы это реализуете. Если это будет, например, сервис-провайдер, то он, грубо говоря, покупает решение у нас, разворачивает его в своем облаке, в своей среде и предоставляет клиентам как услугу. У нас есть примеры таких реализаций. Если покупает, допустим, крупный интерпрайз-заказчик, то классическим способом развертывания будет центральная точка с распространением, грубо говоря, щупалец или сенсоров по удаленным площадкам, то есть где размещаются точки сбора данных на удаленных площадках с дальнейшей консолидацией и передачей на аналитику в центральную точку. При этом возможно также реализовать ролевой доступ, то есть разделить полномочия, если это необходимо. То есть зависит от конкретной инфраструктуры, мы можем подстроиться практически под любую. И следующий вопрос. При вовлечении автоматизированных систем респонса. Как все-таки соблюсти баланс между ручным анализом и ручным респонсом и автоматизированными системами? Достаточно простой вопрос. Если мы исходим из того, что у нас квалифицированная команда аналитиков, соответственно, прежде чем принять какое-то совсем полностью автоматическое действие, Fortisor будет обращаться за подтверждением с уже обогащенными данными, с готовыми, будет обращаться за подтверждением к аналитику, к ответственному, который говорит, да, мы это делаем, либо нет, мы это не делаем. Соответственно, мы получаем как раз тот самый баланс. У нас уже готов набор действий, которыми Fortisor, например, может воздействовать на инфраструктуру для принятия какого-то решения, но при этом окончательную кнопку пуска будет нажимать все-таки человек и принимать решение о том, воздействовать или не воздействовать, и таким образом принимать последствия от этого на себя будет человек. То есть финальное решение все равно остается за человеком? Можно сделать и так, и так, но я бы рекомендовал все-таки финальное решение оставлять за человеком, чтобы не, скажу по-простому, не порушить всю инфраструктуру разом. Все понятно? Спасибо вам большое за доклад и за ответы. Счастливо. До свидания. А мы продолжаем наш трек, посвященный технологиям SOC. И следующий свой доклад нам представит Александр Бондаренко, генеральный директор проекта AirVision. И расскажет он нам о переходе от APT к APC. Новые подходы в новой реальности. Поприветствуем. Коллеги, еще раз добрый день. Для тех, кто только переключился на наш трек, я еще раз представлюсь. Меня зовут Александр Бондаренко, я являюсь генеральным директором компании AirVision. И в своем докладе я хотел бы подняться, что называется, на ступенечку выше, на текущей ситуации, посмотреть на те тренды, тенденции, которые сейчас влияют, уже сейчас влияют на информационную безопасность, на деятельность security operations центров, в частности, и неизбежно будут влиять на нас в будущем. Есть такой термин «новая реальность», он уже звучит из разных источников. Что же это такое? Это реальность, в которой мы живем уже порядка девяти месяцев. Многие говорят, что, может быть, мы даже вообще не вернемся обратно в оффлайн. Я думаю, что мы вернемся, в оффлайна станет однозначно много в нашей жизни, никуда он не уйдет. Но, тем не менее, могу сказать, что по моим личным прогнозам, не основанным ни на какой аналитике, которую я могу привести в качестве доказательств, мое ощущение личное, что мы проживем в таких реалиях еще как минимум восемь месяцев до возвращения к относительно похожей жизни, которая была до пандемии. И надо понимать, что этот продолжительный срок, в котором мы пробудем, он однозначно приведет к тектоническим сдвигам, которые проявят себя очень сильно, уже проявили себя и будут проявлять себя еще сильнее в будущем. О чем речь? Ну, сегодня звучало в докладах, действительно, количество инцидентов на самом деле резко возросло. Это показывает статистика и Федеральное бюро развития. Они говорят о росте на 400%. Это говорит аналитика от компании Microsoft. То есть злоумышленники не применули воспользоваться ситуацией тем, что компании стали уязвимы, резко меняя свою инфраструктуру, переходя на удаленку, меняя свои процессы и так далее. Пользователи стали более уязвимы в такой нервной обстановке. И это все привело к росту инцидентов. Но ростом инцидентов никого не удивишь, скажем так. Здесь показательно то, что скорее пока тенденция к тому, что эта динамика только ускоряется. То есть темпы роста количества угроз и инцидентов только увеличиваются. Проблема, которая опять же появилась не сегодня, связанная с нехваткой персонала в области информационного, информационной безопасности. Проблема это не только российская, это проблема в целом мировая. На слайде вы видите статистику от компании SANS. Отчет за 2019 год, где, собственно, нехватка персонала была отмечена как номер один в плане возможных проблем, которые влияют на эффективность функции реагирования на инциденты информационной безопасности. Опять же, вроде бы как нехваткой персонала никого не удивишь, но вот более свежая зарисовка, это исследование, которое провел Банк Открытия, буквально недавно опубликовал его о том, что в следующем году порядка 33% россиян планируют сменить работу. Что это значит непосредственно для вас? Во-первых, это означает, что ваша команда, в вашей команде, возможно, есть люди, которые серьезно задумываются о том, чтобы сменить работу. Значит, удержание ценных кадров должно быть одним из важнейших приоритетов. С другой стороны, это означает, что для вас эта возможность может быть, если вы можете предложить действительно интересную работу, действительно интересные задачи, эту самую команду увеличить и как бы закрыть свои проблемы с нехваткой персонала. И третий момент – это то, что речь идет и о рядовых сотрудниках компании, которые точно так же задумаются о смене работы, а это неизбежно приведет к очень турбулентной ситуации в организации, когда люди уходят, новые люди приходят, и, соответственно, резко возрастают риски и инсайдерских атак, но и в целом и внешних атак тоже. Периметр окончательно исчез. Еще одна зарисовка. Компания Dropbox навсегда перевела сотрудников на удаленку. Компания Dropbox не единственная. Аналогичные, скажем так, заявления звучали от компании Сбербанк, в частности, о том, что, ну, конечно же, не всех сотрудников, но определенная доля людей может навсегда перейти на удаленку. Мы видим тенденцию, связанную с тем, что компании пошли, что называется, в регионы, то есть все больше компаний начинают нанимать людей не только в крупных центрах, типа Москвы, Санкт-Петербурга, но и уже достаточно отдаленных, изначально заводя их на удаленку. И что это означает? Опять же, это те самые проблемы, о которых мы давно говорили, но они были вроде как эфемерные, относительно того, что сотрудники работают с личных устройств, они работают в инфраструктуре своей домашней, где установлен роутер, который давным-давно не обновлялся, и который, возможно, уже давно взломан, и злоумышленники подделывают DNS-запросы, перенаправляют трафик этого пользователя и так далее. Опять же, не так давно, похоже, атака была описана относительно того, что взламывали роутеры и переводили трафик домашних пользователей на нужные сайты для того, чтобы, опять же, обеспечивать фишинг, обеспечивать взлом корпоративных ресурсов. До недавнего времени все-таки периметр худо-бедно существовал, хотя его хоронили из года в год, но сейчас можно сказать, что это уже практически последний гвоздь в крышку гроба периметра. Что касается времени на закрытие инцидент, статистика по-прежнему не меняется, она не глобально изменилась. Это отчет уже компания BM совместно с институтом Понимон. 280 дней суммарно, в среднем, необходимо на то, чтобы обнаружить инцидент и устранить его. Это большие цифры. Это достаточно долгое нахождение злоумышленника в инфраструктуре компании. Конечно, есть другая статистика, которая показывает, что есть компании, которые эффективно с этим борются, обеспечивают реакцию в течение 24 часов. Но если взять в целом популяцию, то, конечно, статистика печальна. Что это значит? Это означает, что в целом, как бы это неприятно было, я об этом вкратце упомянул несколько лет назад на SOC-форуме, когда мы обсуждали перспективы развития security operation центров и вообще откуда они взялись и появились. И я тогда обозначил, что Дмитрий только что говорил, относительно проводил аналогии с живым организмом. Я тоже хочу эту аналогию провести. Об этом тоже говорят уже разные компании. О том, что безопасность – это вообще, говорят, некая иммунная система. Понятно, что у живого организма есть некий периметр, который не позволяет служить первичным барьером для проникновения каких-то вирусов. Но, тем не менее, дальше внутри уже действует эффективная система, которая должна вовремя обнаружить инородное тело и его устранить. Соответственно, мы приходим к тому, что… Та концепция, которая, опять же, некая моя словесная эквилибристика, связанная с перманентной компрометацией. То есть Владимир Дрюков в первой части сегодняшней секции говорил о том, что есть немало проблем, и что компании в целом дырявые, глобальная ситуация пока никак не меняется. Но даже если предположить, что вы эффективно работаете с безопасностью, вы не можете на 100% устранить вероятность того, что злоумышленник проникнет в инфраструктуру, либо то, что это инсайдер, который у вас уже сидит. И это ведет к тому, что мы должны исходить из того, что ваша инфраструктура перманентно скомпрометирована. Что это означает в реальности, если мы из этого исходим? Ну, во-первых, некий олдскул. Почему я называю это олдскулом? Потому что это по-прежнему эффективно, но, тем не менее, об этом уже давно говорят. И это уже не какая-то там абсолютная новость. Автоматизация. Слайд, опять же, исследования компании IBM. На самом деле более 40% организаций до сих пор вообще автоматизацию себя даже не внедрили. Поэтому, хотя об этом давно говорится, говорится, что это достаточно эффективная штука, которая снижает общее время, которое необходимо на реакцию на инцидент. В целом, нельзя сказать, что мы очень сильно и глобально продвинулись в сторону автоматизации. Управление активами. Еще одна вещь, про которую тоже давно говорится, но практика показывает, что в компаниях с этим действительно очень так себе. Еще одно исследование от агентства ESG показывает, что порядка 40% инфраструктуры находится в слепой зоне. То есть вопрос в том, что мы даже эффективно обнаружить все вовремя не успеваем. Инструменты для этого есть, но они либо не внедряются, либо, скажем так, используются очень неэффективно. Мы это видим, скажем так, частенько, когда начинаем общаться по поводу проектов и внедрения решений. И немножко про New School. Что такое New School? Это я лично в данном докладе называю подходы, о которых сейчас уже начали говорить, но говорить о том, что они активно применяются пока нельзя. Во-первых, трэдхантинг. Исследование, которое провел онлайн ресурс Cyber Security Insiders, показывает, что среди респондентов 93% считают, что трэдхантинг должен быть одним из основных приоритетов по информационной безопасности в ближайшее время. Но я могу сказать, что если говорить про нашу с вами страну, то действительно людей, которые умеют разбираются в трэдхантинге, умеют его делать, ну это действительно единицы. То есть, может быть, двух рук и не хватит, чтобы их пересчитать, но это очень мало. Помимо этого, для того, чтобы эффективно внедрить трэдхантинг, нужны соответствующие инструменты. Нужна аналитика, нужно обеспечить возможность эффективно работать с этой аналитикой, изучать ее, собирать индикаторы компрометации, обрабатывать. Без этого вообще выстроить процесс трэдхантинга просто невозможно. Но, опять же, возвращаясь обратно, вопрос персонала. Людей на эти процессы прямо сейчас на рынке вы, скорее всего, не найдете. Значит, необходимо вкладываться в обучение таких специалистов, вообще думать о том, чтобы такая практика у вас появилась, даже если в целом вы будете, ну поначалу, может быть, делать даже какие-то банальные вещи, просто с помощью индикаторов компрометации искать какие-то подозрительные события в своей инфраструктуре. Это уже что-то, даже если кто-то вам скажет, что это не трэдхантинг. Ну, понятно, что это не та вещь, на которой нужно останавливаться, но в этом направлении однозначно стоит двигаться, вырабатывать, формировать у себя команду, формировать у себя соответствующие инструменты, практики, подходы. И здесь, опять же, для того, чтобы такая команда появилась, нужна та же самая автоматизация, которая разгрузит от рутинных задач. Нужны дополнительные, правильно выстроенные процессы. Но, в общем и целом, те вещи, которые и дальше будут все более активно нужны в концепции того, что мы считаем, что инфраструктура скомпрометирована, это как раз таки трэдхантинг, потому что он направлен на то, что мы ищем злоумышленника в условиях, когда мы не видим каких бы то ни было сигналов о том, что он находится в нашей инфраструктуре. И еще один элемент, о котором я хотел сегодня рассказать, очень коротко, потому что доклад на самом деле небольшой, это идеология deception. Опять же, сегодня прозвучал доклад, прозвучал вопрос в предыдущем блоке относительно технологии deception. Действительно, это… ну, некоторые говорят honeypot, но на самом деле это не просто honeypot. То есть современные deception-системы – это продукты, которые позволяют разворачивать широкую сеть ловушек, ловушек, которые имитируют реальную инфраструктуру, то есть имитируют рабочие станции, серверы, какие-то приложения и позволяют привлечь к себе внимание злоумышленника. Это приманки, которые, опять же, расставляются по инфраструктуре для того, чтобы… некая информация, да, пароли, логины, ссылки, IP-адреса и прочее, для того, чтобы привлечь внимание злоумышленника и заставить его воспользоваться этой информацией. Ну и, конечно, инструменты управления, которые всем этим делом будут рулить, помогать в большой инфраструктуре этим управлять, разворачивать, удалять, обновлять и так далее. Что это позволяет? Да, по сути, это меняет вас местами злоумышленникам. Если раньше любая ваша ошибка использовалась злоумышленникам для того, чтобы проникнуть в инфраструктуру, то теперь любая его ошибка позволяет вам обнаружить его. То есть любая ошибка, то есть неправильный выбор цели, если он попал на систему-ловушку, для вас это четкий сигнал, эта система не используется в нормальных бизнес-процессах, это что-то не то. Таким образом, такие системы позволяют и обеспечить раннее обнаружение, и обеспечить сбор данных из злоумышленника для того, чтобы понять, насколько масштабно он уже успел проникнуть в инфраструктуру. Так как времени очень мало, я не хотел бы, собственно говоря, свой доклад делать неким рекламным. Буквально один слайд о том, что вчера мы анонсировали выпуск нового продукта, который называется AirVision Threat Deception Platform. Мы зовем всех, кто интересуется этой темой, в январе на вебинар. Вы можете оставить свой контакт у нас на стенде или подписаться на наш дайджест, где обязательно будет рассылка соответствующей информации. И подводя итог, скорость изменений нарастает, и того, как меняется наша реальность, и того, как компании уходят в онлайн, в удаленку, в то, как начинают действовать злоумышленники в этих условиях, и к этому, безусловно, нужно адаптироваться, и строить стратегию ИБ на новых принципах и новых концепциях. То, на чем мы все с вами учились, стандарты по информационной безопасности и прочие документы, они, конечно, добрые, вечные, но уже устаревающая реальность. Ну и не автоматизация единой. Это очень важная штука, но для того, чтобы поймать злоумышленника, есть уже более продвинутые методы и подходы. На этом я благодарю вас. Мое время вышло. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Что, Александр, большое спасибо вам за доклад. Хочется, конечно, в первую очередь спросить, почему такой простой пароль в TDP? Потому что это демо-стенд. Окей, договорились. Наши слушатели и зрители спрашивают о том, скажите, пожалуйста, насколько массовый переход в онлайн, на ваш взгляд, повлиял на общий уровень изощренности киберпреступлений? На мой взгляд, с точки зрения изощренности, он глобально не повлиял, потому что, по сути, злоумышленники действуют теми методами, которые дают максимальный эффект при минимальных усилиях. И как уже сегодня рассказывал Владимир Дрюков, как показывает статистика многих компаний, которые следят за киберугрозами, что, по сути, сейчас основным каналом является фишинг. Люди напуганы. Они, собственно говоря, пытаются каждый раз вычленить какую-то новую информацию относительно их компании, как их отрасли, что происходит, не знаю, завтра, может быть, начнутся какие-то массовые увольнения и прочее. И, конечно же, на эту почву любое письмо, которое содержит какой-то громкий заголовок, падает, и, собственно говоря, человек становится жертвой этого самого фишинга. Поэтому я не думаю, что изощренность возросла, но объем явно вырос, и вероятность того, что злоумышленник проникнет в инфраструктуру, на мой взгляд, возросла. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, увидим ли мы какие-то концептуально новые методологии противодействия все возрастающим угрозам? Увидим ли мы столь популярно обсуждаемые в комьюнити на Западе гидхабификацию информационной безопасности? Насколько нам нужно бежать учить YAML-файлы и Jupyter-плейбуки? Здесь я бы сказал так, что, конечно, жизнь не стоит на месте, все развивается. И какие-то новые подходы могут появиться завтра, о которых мы прямо сейчас не догадываемся, или реальность может измениться, и то, что раньше казалось не очень актуальным, сейчас станет очень актуальным. Но при этом, при всем могу сказать, что практика показывает, что на примере того же самого вопроса про управление активами, о чем ты тоже говорил в своем докладе, что это вроде как старая тема, но она по-прежнему актуальна, по-прежнему с ней не решено много вопросов. А если посмотреть, например, на мнение компании ЦИС, которая выпускает известные многим бенчмарки, то, по их мнению, вообще порядка 80% угроз закрывается несколькими практиками, связанными с управлением активами. Казалось бы, старая вещь, но которая по-прежнему работает. Поэтому нужно следить за тенденциями, нужно следить за какими-то новыми технологиями, которые появляются, новыми технологиями атаки, новыми технологиями защиты. Но при этом не стоит забывать и о базовых вещах, потому что, опять же, как сегодня уже прозвучало, если у вас дыра в безопасности, то, собственно говоря, вообще о чем можно говорить с точки зрения каких-то передовых технологий, если у вас не закрыты самые базовые, самые простые вопросы. Поэтому вот, пожалуй, так. Окей, прекрасно. И, наверное, последний вопрос. Нам, как, собственно, производителям, он весьма интересен. Какие тренды сока ждет в дальнейшем? Будет ли развитие сока в других индустриях, например, в игровой индустрии? Есть ли у компании AirVision потребители в лице Joy Casino или что-нибудь такого? Нет, у нас нет клиентов из игровой индустрии. Я бы сказал так, что Security Operation Center, как я сказал в докладе, это некая парадигма, которая появилась в ответ на то, что мы уже не рассчитываем просто на периметр. И нам нужны какие-то механизмы, когда уже злоумышленник проник внутрь, его нужно эффективно, быстро обнаружить и, соответственно, обезвредить. И вообще тема соков, тема реагирования на инциденты возникла, на мой взгляд, оттуда. И, соответственно, если говорить про игровую индустрию, равно как и про любую другую, соки будут появляться там, если там будет соответствующая потребность. Опять же, практика показывает, что соответствующая потребность появляется после какого-то громкого инцидента. Вот если завтра случится какая-то очень знаковая история с какой-то компанией из игровой индустрии, я уверен, что там обязательно появятся и свои соки, и компании, которые будут оказывать соответствующие услуги. Что ж, прекрасно. Александр, спасибо вам большое. Благодарю вас за ваши доклады и ответы. А мы продолжаем. И следующий доклад у нас прозвучит на тему ИБ быстрого реагирования, как не проспать кибератаку. По-моему, весьма актуальный доклад от ведущего эксперта информационной безопасности Александра Черняхова из компании Крок. Поприветствуем. Коллеги, добрый день. Меня зовут Чернухов Александр. Я ведущий эксперт по информационной безопасности в компании Крок. И сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как требования к современному сок с точки зрения технологии, как они помогают нам не проспать кибератаку, вовремя ее заметить, вовремя на нее среагировать. Начать хотелось бы с небольшой статистики. Во-первых, по Российской Федерации, по нашей стране, от компании Postive Technologies. За 2019 год число атак выросло, и выросло существенно, и при этом выросло число целевых атак, когда злоумышленники атакуют не просто веером, все, что доступно в интернете, а выбирают конкретную цель, организацию или физическое лицо, и атакуют конкретно ее, подбирают под нее конкретные инструменты, возможно, инструменты социальной инженерии, и пытаются атаковать конкретно ее. Если говорить о немного более мировой статистике, о более современной, за 2020 год на 80% увеличилось число атак на системы удаленной работы, системы дистанционного обучения. Это связано, как мы все понимаем, с нашим коронакризисом, и с тем, что очень много людей, работников, перешли на удаленку или на дистанционное обучение. При этом, стоит сказать, что время, которое тратят злоумышленники на то, чтобы взломать цель, эту организацию, например, оно постоянно уменьшается за счет того, что инструменты взлома, они все более и более распространены. Но, с другой стороны, время, которое мы, как специалисты по информационной безопасности, затрачиваем на то, чтобы найти эту атаку и как-то ее устранить, все время растет. Вот коллеги на предыдущем докладе говорили, что это в среднем по миру занимает 280 дней. У нас в компании Крок есть своя статистика. Мы недавно проводили опрос, и среди прошедших опрос 60% заявили, что у них время от обнаружения до устранения инцидента, то есть до его закрытия, занимает от одной до трех недель. Почему же так получается? Почему так много времени мы дать на то, чтобы эту атаку найти и как-то ее устранить или найти проблему в инфраструктуре? Мы выделили четыре больших блока. Это рост инфраструктуры, потому что появляется очень много серверов, большая инфраструктура, очень много виндоров. Все это как-то между собой взаимодействует, генерирует какие-то события безопасности. Очень трудно отследить аналитикам, что действительно происходит в инфраструктуре. Во-вторых, это слишком много алертов. Это связано с предыдущей проблемой, потому что аналитику зачастую просто невозможно разобраться в том количестве алертов, которые генерирует, например, CM-система. В-третьих, это ручной и медленный ответ. Зачастую, к сожалению, в организациях с теми не автоматизации ответа на какие-то угрозы возникающей инфраструктуры, она очень низкая. И аналитикам и администраторам приходится вручную выбирать стратегии ответа и вручную их применять в своей инфраструктуре. И последний блок – это нестадок квалифицированных специалистов. Как мы все знаем, и на мировом рынке, и на рынке РФ ощущается острая потребность специалистов в сфере инфраструктурной безопасности. А как же нам от этих проблем, если не избавиться, то уменьшить их влияние на нашу инфраструктуру? В целом, опять же, я выделил четыре блока. Это первый блок – это возможность собирать информацию с инфраструктуры в целом, то есть со всех наших серверов, со всех нашего сетевого оборудования, возможно, с каких-то бизнес-систем. А во-вторых, это необходимость собирать эту информацию в формате Big Data, то есть собирать ее вообще отовсюду, откуда возможно. И я скажу, почему я выделил именно Big Data, потому что у одного из наших заказчиков, у одного из банков топ-20 в России, объем информации о событиях безопасности, которую они собирают, превышает уже не просто терабайты, а несколько петабайтов в год. И обработать такой объем информации в какой-то системе лок-менеджмента, тем более вручную, уже просто невозможно. А третий большой блок – это необходимость использования самообучающихся алгоритмов, потому что системы, которые требуют работы с корреляционным правилом, то есть требуют постоянного внимания от администратора, они также уже очень плохо справляются с объемами информации. И четвертое – это как раз автоматизированное реагирование, то есть тот самый компонент, который позволяет нам быстрее отвечать на атаки, если мы ее обнаружили. Эти требования влекут за собой изменения технической архитектуры SOC. То есть нам уже трудно представить какой-то enterprise SOC, хорошо развитый SOC, без определенного набора технологий, таких как CM, таких как SWAR-платформы, платформы оркестрации, например, и системы поведенческого анализа. Начнем, пожалуй, о том, как смитигировать, уменьшить влияние такого фактора, как слишком много виндоров, слишком большая архитектура. Здесь не секрет, что ядром SOC любого все еще остается CM-система, у которых есть большое количество коннекторов, большое количество парсеров для того, чтобы информацию с инфраструктуры собрать, чтобы ее проанализировать и выдать аналитику в удобно читаемом виде. Развитием CM-систем являются системы поведенческого анализа, которые уже не просто по заданным заранее правилам корреляции оценивают события безопасности, а с помощью алгоритмов машинного обучения и элементов Artificial Intelligence уже сами строят модели поведения пользователей и ищут отклонения от этих моделей. Причем зачастую у заказчиков есть опасения, что системы поведенческого анализа, они как черный ящик поставляются, внедряется инфраструктура, не очень понятно, что они там делают, не очень понятно, какой от них в итоге получается профит. Да, возможно, это было так в начале развития и появления этих систем, но сейчас системы поведенческого анализа, они строятся на технологиях Big Data, о которых я уже упоминал, и они работают не только и не столько с системами ИБ, но и со всеми бизнес-событиями, которые генерируют бизнес-системы, и вообще со всеми событиями, которые генерируются в IT-инфраструктуре организации. Это помогает вывести функциональность и полезность системы поведенческого анализа, в принципе за рамки ИБ и использовать их для бизнес-потребностей организации или, например, для потребностей отдела HR, который может с помощью такой системы поведенческого анализа оценивать лояльность сотрудников. Если сотрудник, например, находится в поиске работы, или он не удовлетворен тем, что своими задачами, возможно, снижается у него мотивация, возможно, у него наступает профессиональное выгорание, с помощью таких систем поведенческого анализа сотрудники HR могут подобрать, скажем так, мотивирующие программы или предложить сотруднику переход на другую должность или предложить ему более интересные проекты. Следующие два блока — это слишком много алертов и слишком медленный ответ за счет ручного реагирования. Справиться с этими, как понятно из нашей работы с событиями ИБ, мало нам зафиксировать инцидент, мало понять, что у нас в инфраструктуре что-то происходит не так, мало зафиксировать атаку, нам нужно на нее еще как-то среагировать. Зачастую, как я уже говорил, к сожалению, в большинстве организаций у нас в России, да и в целом по миру, автоматизация не очень, скажем так, на высоком уровне, и аналитикам приходится самим выискивать инциденты, самим выбирать стратегии ответа на инциденты и самим имплементировать эти стратегии. Ответ на инциденты может состоять из нескольких шагов, возможно, из привлечения некоторых других смежных подразделений, например, администраторов IT-инфраструктуры или администраторов средств виртуализации. И на каждом из этих шагов, мало того, что он отнимает время, может произойти человеческая ошибка. Например, администраторы могут заблокировать не тот порт на фейерволе, или администраторы среды виртуализации могут перезалить не ту виртуальную машину. Чтобы как-то стандартизировать ответ и предоставить аналитикам и администраторам удобный инструмент по автоматизации, были разработаны такие системы, как SWAR-платформы, о которых коллеги говорили в предыдущих докладах. Я не буду на них подробно останавливаться, просто упомяну, что это не просто средства автоматизации, это именно платформа для работы аналитиков, в которых они могут делиться своим опытом со своими коллегами, в которых они могут видеть процессы, как им необходимо реагировать на тот или иной инцидент, и могут выстраивать свои цепочки реакций, исходя из предыдущего опыта устранения инцидентов. И внедрение таких SWAR-систем, оно, во-первых, позволяет уменьшить риск человеческой ошибки, за счет того, что у нас есть автоматизированные действия, которые всегда выполняются одинаково, а также они позволяют увеличить скорость ответа на инциденты. За счет того, что у нас есть набор действий, аналитик вмешивается только на этапе, когда эти действия необходимо имплементировать. Например, кейс, который занимал один час раньше, на нашем реальном опыте, это когда на виртуальной машине пользователя произошло вирусное заражение, и прежде чем эту виртуальную машину перезалить, если мы не можем его вылечить, аналитику необходимо выгрузить образ виртуальной машины для дальнейшего расследования, чтобы понять, откуда произошло заражение, какие объекты оно затронуло, как с этим в дальнейшем бороться. Если мы говорим о ручной реакции на этот инцидент, то аналитику нужно было заранее, после регистрации инцидента, составить заявку в IT-демпортамент о том, чтобы IT-специалисты зашли на платформу виртуализации, выгрузили эту машину для аналитика, перезалили машину пользователя и так далее. Это занимало время, и опять же это была резкая человеческая ошибка. Если мы говорим о SWAR-платформах, то они с помощью сценариев автоматизации могут автоматически уже сами заходить в Active Directory, например, чтобы собрать информацию о том, какая виртуальная машина закреплена за пользователем. Они могут самостоятельно заходить на платформу виртуализации и эту машину скопировать, ее упаковать в необходимый формат и сразу же отправить аналитику для расследования. Если раньше этот процесс занимал в лучшем случае час, в зависимости от скорости ответа администраторов IT-инфраструктуры, то с помощью SWAR-платформы, по нашему опыту, это событие, этот инцидент, эта заявка занимает в обработке 5 минут. И последний блок проблем, который у нас остался, это недостаток квалифицированных специалистов. Как раз этот недостаток мы можем уменьшить, к сожалению, новых людей мы не найдем, не придумаем, не родим, но этот недостаток мы можем уменьшить за счет синергии решений, о которых я говорил выше. Это за счет внедрения платформ общей работы пользователей, общей работы аналитиков в SWAR-платформ, за счет того, что всегда новые аналитики будут видеть, как их старшие коллеги реагировали на инциденты такого же типа, да, предыдущие инциденты. За счет внедрения систем поведенческого анализа, когда к каждому событию, к каждому инциденту, приходящему от СИЭМ, может добавляться риск-скор, так называемый уровень риска, пользователи, которые в этом инциденте зафиксированы, таким образом могут отсеиваться утомляющие алерты, которые отнимают время аналитиков, и у них появляется больше времени для реальной работы, возможно для какого-то самостоятельного обучения и для процесса трэдхантинга, это то, о чем говорилось выше. И в заключение хотелось бы сказать, что применение всех решений, о которых я сегодня говорил, это система поведенческого анализа и система реакции на инциденты, у одного из наших заказчиков позволили ему в целом более чем на 70% соптимизировать затраты на свой собственный центр управления безопасностью, и за счет того, что стали эффективнее работать специалисты, которые у него есть, в центре управления безопасностью, и за счет в том числе оптимизации затрат на поддержку текущих решений, так как системы поведенческого анализа и системы бигдаты помогли ему еще в том числе предсказывать возможность отказа оборудования, которое используется в этой инфраструктуре. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на опросы, если они есть. Александр, большое вам спасибо за доклад. Давайте посмотрим на наши вопросы. Сколько порядок реально внедренных в SWAR систем по вашей оценке сейчас находится в России? Порядок внедрения в SWAR систем. Я могу говорить только за свой опыт, я не могу говорить за других игроков рынка. Я участвовал по крайней мере в 10 с плюсом проектов по внедрению в SWAR систем. Я уверен, что их на порядке больше, я думаю, исчисляются десятками, приближаются к сотне, наверное. Извините, пожалуйста, я дополнен, потому что на самом деле мы чувствуем в компании Крок, что интерпрайз-игроки, они уже готовы к внедрению таких типов систем, и они не просто готовы, они ощущают реальную потребность в этом, потому что уже невозможно на такой объем событий реагировать вручную. Это уже просто очень тяжело и по большей части невозможно. Мы часто слышим о необходимом уровне зрелости процессов компании при внедрении SWAR. Как все-таки, по-вашему, когда именно тот триггер, когда компания понимает, что все остальное я сделал максимально эффективно, и мне для пущей безопасности не хватает как раз SWAR системы? Тут стоит сказать, что максимально эффективно сделать ничем в принципе невозможно, невозможно достичь идеала. Всегда будут какие-то нюансы, какие-то моменты, которые нужно будет дорабатывать. Но стоит внедрять SWAR, по крайней мере, когда компания задумывается о том, чтобы процессы реакции на инциденты как-то стандартизировать. Потому что зачастую реакция на инциденты в компаниях, скажем так, идет по сложившемуся сценарию. Кто-то когда-то реагировал на такой инцидент, какой-то аналитик, будем дальше так реагировать. Не будем задумываться о том, как этот процесс реально можно оптимизировать, какие-то необходимые шаги добавить, какие-то убавить. То есть, когда компания задумывается о том, чтобы реально умереть целый процесс реакции на инциденты, тогда стоит уже внедрять платформу SWAR, которая поможет, во-первых, во-первых, этот процесс выстроить, а во-вторых, этот процесс запустить в компании. Когда мы все-таки говорим о SWAR, в первую очередь, какие функции автоматизируются? Это обогащение данных, это непосредственно респонс, или может быть что-то совсем интересное, типа форензики? Это и обогащение данных за счет интеграции с другими системами, это и респонс за счет той же самой интеграции. На самом деле SWAR зачастую используется не только для реакции на какие-то инциденты ИБ, но мы сейчас видим, что SWAR может использоваться в том числе и для выполнения каких-то инцидентов, вернее, не инцидентов, а заявок от IT-администраторов. Когда им нужно, например, в своей распределенной инфраструктуре 10 филиалов, не знаю, там 100 филиалов, поменять какое-нибудь правило на фейерволе. В большом счете никакой инцидент к этому не привел, просто вот необходимость. Внедряется новая система, нужно внедрить новое правило. Если это делать вручную, то это занимает большое количество времени, это нужно связаться с администраторами на местах, это нужно согласовывать все это с высшестоящим руководством и так далее. Зачастую организации уже используют SWAR, чтобы это дело упростить. Чтобы если администратор IT прислал заявку, SWAR уже сам зашел на какие-то платформы по филиалам и там выполнил какие-то действия по добавлению правила на фейервол, например. Ну, администратор может сказать, что, слушайте, у меня уже есть готовая система автоматизации, она называется Anzebel, я под нее прекрасно пишу. Давайте, может, и ваш SWAR напишем на Anzebel, зачем мне такое дорогостоящее решение, у меня все вот уже в тауле от RedHead. Тут необходимо искать некий баланс, потому что, да, есть системы, в которой можно написать все, что угодно, разработать любой скрипт автоматизации, который угодно, но нужно понимать, что это требует больших вложений человеческого капитала и человеческого времени. Естественно, есть там Open Source системы и там Anzebel системы, которые можно сделать, но нужно соотносить затраты на интерпрайз-решения, которые позволяют это сделать. Во-первых, у них есть уже, скорее всего, инструментарий, который в один клик настраивается для интеграции с другими системами, а с другой стороны нужно участвовать, что системы типа Anzebel, они требуют очень большого вложения человеческого времени, и требуются специалисты очень высокого класса, чтобы написать интеграцию с какими-то очень сложными системами. Тут абсолютно согласен. Коллеги также спрашивают, в частности, кадров. Как по итогам инцидентов учесть конечных пользователей и помогают ли в этом плейбуке? Сейчас не совсем понятно, что имеется в виду учесть конечных пользователей и кадров. Имеется в виду, что как соотнести тот инцидент, который произошел в инфраструктуре, с тем человеком, который в этом инциденте задействован. Я думаю, речь идет о необдуманных действиях пользователей. Может быть, каким-то образом подсказывают им, что они лишний раз нажимают не на ту ссылку, внедрять какие-то инструменты аварноса? Да, это возможно. Как раз Suar платформа этим хорошо помогает, потому что одним из шагов, скажем так, сценария реагирования вполне себе может быть отправка письма пользователю о том, что в части расследования инцидента, в процессе мы обнаружили, что вы бы участвовали в инциденте, связанном с фишингом. Пожалуйста, обратите внимание на такие-то материалы, пройдите курсы по такой-то ссылке. Это будет для вас полезно, чтобы в будущем не натыкаться на такие проблемы. Что ж, спасибо. И, наконец, последний вопрос. Когда направление по ИБ появится в рамках, я так понимаю, вашей IT-школы, которая называется Brains by Krog? Это хороший вопрос. Если честно, я не могу отвечать за нашу IT-школу, но я обязательно на них спрошу. И, в принципе, если коллегам интересно, вы можете задать вопрос в чате. Я надеюсь, этот вопрос передадут лично мне после конференции. Я обязательно на него отвечу в рамках общения после конференции. Сейчас, к сожалению, у меня нет готового ответа. Что ж, прекрасно. Александр, большое вам спасибо. Большое спасибо. Что ж, а на этом наш трек, посвященный технологиям SOC, заканчивается. Можно в целом подвести итоги, что мы достаточно комплексно рассмотрели все возможные аспекты от новых стратегий и тактик злоумышленников до тех технологий, которые можно использовать для их противодействия. Так что можно вполне взять и написать полноценную стратегию развития SOC на ближайшие пару лет. Сессия на втором канале продолжится после небольшого перерыва. Во время него вы увидите несколько рекламных роликов от партнеров SOC-форума. Смотрите, впечатляйтесь, узнавайте больше. Тем временем в первом зале вот-вот начнется интеллектуальная игра. Наша игра Life Edition с вопросами по индустрии SOC-а. Так что участвуйте, там очень достойные призы. Проверяйте свои знания. Трек SOC-технологии окончен. Всем спасибо за внимание и большое спасибо за ваши интересные вопросы. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok